доброго времени суток еще один солнечный день порадовал нас своим началом во владивостоке сейчас хочу прогуляться у амурского залива и пообщаться с вами сегодня прозрачная чистая вода здесь пейзаж все время меняется доброе утро давайте заплывайте а у вас по режиму ну ладно в 9 ждем хорошо прохладно сегодня немножко прохладно по моему так понятно режим нельзя нарушать хорошо я сейчас еще попал прогуляюсь ныряльщики купальщики я думала сегодня не будете как-то чуть-чуть попрохладней хотя солнышко так ладно где там люба да а ну понятно здорово так хотят заплывать а я думала сегодня они не придут как-то немножко ветер прохладновато хотя солнышко светит много бывает погода и обманчиво пошли гулять ухты смотрите звездочка такого цвета интересного представляете ухты вот она вот она такая под капустой так надо ее наверно туда закинуть вот она туда и капусты столько на берегу много целая куча можно готовить пищу к попробую воду кроссовок намочила ну да такая нормальная водичка полу заплывать можно девочки наши сказали здесь на берегу будут собираться и в 9 часов у них заплыв посмотрим опоздают нет сегодня немного прохладновато но говорят что такую погоду тоже плавать будут посмотрим что нибудь они там словили как с уловчиком так здесь во владивостоке открылся байкерский сезон нас на центральной площади 25 лет они уже собираются приезжают из разных уголков здесь приморского края и в этом году даже из якутии добрались это посвящен 77 годовщине победы и к отечественной войне доброе утро что-то ловится а еще вообще ничего нет а вчера красная перка сколько синий секрет четыре штуки и так мало а это даже хорошо понятно сейчас такую звездочку красивую увидела я ее обратно за забросила туда да ну вот она такая красивая панки то да о ничего себе электрички ходят хорошо вы в удовольствие здесь особо ничего не словишь погодка сегодня шепчет а здесь китайцы ходили капусту собирали так они есть вот не так давно и не так много капусты много китайцев мало а там там кстати сейчас тоже как перемещаться вот северной кореи этот кофт тоже они не знаю просто не объявляли нам а сейчас у них уже 50 человек поражены этим к видам северной кореи южная это давно уже а вот северная они там закрытая страна да папа вот уже есть объявляю тут и южная хочет помочь и медикаментами и вообще персонал туда прислать вот вроде закрывайся не закрывайся потом ветром надуло или человеческий фактор непонятно так а дуванчики растут так про байкерский сезон открытый вот и присутствовал тоже байкер губернатор к олег кожемяка тоже он присутствовал на открытии этого байкерского сезона также байкер приехал на своем не на своем а далее ему а снимаю рыбаков моряков отвлекли меня а вчера сегодня нет одна одна даже а одна трава ну ничего терпение труд все перетрут да вы что она знает что в день пограничника надо подходить интересная у нас красноперка пусть подходит 28 мая подходит почему именно 28 мая а ну хорошо будем ждать ее пусть подходит еще осталось недолго так хорошего вам улова понятно такой отдых это тоже хороший отдых и воздушком подышать так у него харли девицон свой байкер дали ему какие-то там друзья чтобы заехал не знаю как правильно называется поэтому название говорить не буду какой-то старый лучше там мопед на нем он приехал такие у нас здесь традиции байкерский сезон открыт и поехали байкеры на шамару это наш местный лазурный берег бухта лазурная кстати называется называет ее еще шамар снимала тоже много видео можете это все посмотреть где там наши девушки добираются они опять будут кого-то ждать хочу показать говорю что такая вода немножко прохладного ты для опытных пловцов это уже хорошая водичка тепленькая считается для меня еще прохладно я не опытный как вы там скажите тоже плаваете нет или любители так хочу с вами такой истории поделиться знаете я под впечатлением сейчас рассказали не и и хочется тоже слышать ваше мнение как раз вот эти вот поминальные дни были вот один значит знакомый мне рассказывает гараже был краску купил дорогая краска хотел там оградки покрасить своих родственников на кладбище вот и с этой краской значит гараже и приходит внук внук военнослужащий немного больше ему за 20 и говорит деду дай краску я горит хочу там части что-то там покрасить а я эту краску купил специально чтобы сейчас это хочу на кладбище поехать там эти оградки покрасить и вы знаете что он ему отвечает то что тебе жалко краску я там же хочу для живых и и использовать в этой части войсковой агата мертвым же все равно представляете глаза широко открылись как все равно ты как что такое говоришь подлец на него ты что такое говоришь как все равно это же твои родственники умершие давно и как если вы год я был посильнее да помоложе как я бы ему врезал хотя он сам кстати психолог очень профессионал хороший даже вот вот так вот среагировал а этот писать и внук ничего не понял что он такого сказал как мертвым же все равно вставляете я тоже в шоке я вот дурак молодой хотя он там уже их командует людьми и но уже так порядком за 20 не называю о ком рассказываю ну вот такая вот история вот и он-то по таким впечатлениям это сейчас девушка встречается дело идет может быть даже к свадьбе и как я даже и не знаю жалеть ее или нет вот а вот такой вот такое сказать вот и гад потом он звонит через какое-то время как у ягод не стал с ним разговаривать супругой разговаривал и просто привет передал вот а потом а и говорит хотим прерывается съемка у меня не знаю ускорбилась какая-то ерундень и говорит хотим приехать в гости вот с этой невестой вот они говорят нет пока не надо приезжать они короче под впечатлением надо чтобы время прошло чтобы это все переварить потому что они но не ожидали от него такой вот реакции что вообще такое сказанет и это вот невестка позвонила жене это вот моего знакомого вот и они решили все таки поделиться эти какие честные люди другие может промолчали но они говорят она же должна знать за кого замуж выходит для чего ожидать ты они и значит рассказали почему сейчас такое отношение что им надо немножко переварить чтобы время прошло потому что короче они в шоке и она сама была очень удивлена что такое вот он сказал век живи век учись вот в молодости что только не вытворяется что только не говорится потом конечно это уже отпечаток оставит на на всю жизнь так где ныряльщики вот такая вот история это вот вот впечатление решила с вами поделиться ваше мнение интересно как так сказать этим все равно они мертвы так это он не просто говорит о ком-то там каких-то могилках а именно своих родственников своего рода что вот так вот надо наверное как-то самого раннего детства побольше говорить об этих родственниках сколько не сделали что я не было их бы не было бы нас ну может быть тогда это вот человек от человека зависит восприятие всего он думает 7 это им все равно ну говорят же они там все видят нам помогают просим же да если что-то случается тоже help помогите вот так вот так что пишите тоже в комментариях ваше мнение на такую ситуацию жил жил дед дожил до седых волос чтобы так внука услышать вот такое что там значит не надо ни оградка ничего не надо живым надо как-то так простите увидела плавальщик это лежит загорает так заплыва не будет я так понимаю да а понятно я думал вы там в девять о ясно так загорают мешаем не мешаем тут уже дружу с камеры хотела показать как плывут но опять то же самое что только в жизни не услышишь что-то только не случается и обижают же получается самые близкие родные вот уколят другой как-то человек скажет со стороны ну ладно там сказал как-то ты не родственник ему даже не друг может сказал сказал все просто делаешь выводы отходишь от родственников куда денешься здесь и жить с ними и дальше вот это вот да когда наследство тоже переходит вот и потом начинается кто кого обидел не обидел что что сказал не думает что говорят надо почитать и уважать я кто в общем то дал тебе жизнь это же род это все пошло от них не было бы их не было бы и нас так вот так что решила с вами поделиться такой историей такой прекрасный день майский уже на исходе май и будем ждать прекрасное лето забывайте 1 июня день защиты детей самое лучшее что в жизни если это наше продолжение наши дети ты надо чтобы они жили счастливо и чтобы было у них мирное небо над головой чего я всем желаю сейчас это подальше от конфликта этого находимся территориально ну знаете отсюда уже столько ушли и контрактники и военнослужащие и уже очень многие не вернулись так что не думайте мы далеко и как бы это нас не касается очень даже касается коснулась многих семей и уже дети остались без отцов светлая память пусть это скорее все закончится мирного не было в том числе и прощается